итак вебинар номер один из серии трех наших вебинаров чем первый бинар будет попроще но он потому что он он так запланированной для всех чтобы все поняли его задача чтобы его поняли все и вооружившись этими знаниями да вот тем что мы сегодня посмотрим соответственно человек может написать ну такой не кодовое месиво такого новичка что-то более-менее красивое даже на чисто базовом уровне то есть можно сказать что первый бинар это такой вы такой венец такое завершение красивое нашего курса по оп а уже второй третий вебинар это будет там поинтереснее вещи итак я называю назвал эту серию основы создания крут приложений да но на самом деле это относится не только крут приложениям так как в основном будет писать круты то давайте пусть называется основа создания крут приложений собственно план вы видели еще в контакте этого вебинара поэтому задерживаться не буду давайте быстренько переходим так у меня сейчас переходим быстренько себе освежим вот такие системные максимально универсальные архитектурные паттерны приложения не настолько универсальные что можно сказать что даже типы приложений монолит клиент сервер да то есть у нас монолит это у нас приложение представляет представляет собой нечто одно да то есть нету нету разбиений на какие-то роли функциональные назначения то есть да то может быть разные там где лельки могут быть разные модули но в целом это они занимаются одним и как вот концептуально разбиение никакого нет и они работают с одним хранилищем данных клиент-сервер у нас есть и в основном в основном на курсовой на втором курсе пишут монолит это совершенно нормально никаких вопросов клиент-сервер это у нас есть условный клиент условный сервер функциональное значение условный клиент условный сервер это не обязательно должен быть сетевой взаимодействие обязательно http не обязательно это может быть просто на одной машине, условный клиент, условный сервер. Они могут по сокетам, они могут там по пайпам, по чему угодно, обмениваться данными. И хранилище данных, это с хранилищем данных работает сервер. Дальше, 3-tier клиент-сервер, да, это трехуровневый, трехзвенный клиент-сервер. У нас есть клиент-сервер и еще третье звено появляется хранилище данных, выносится в отдельное звено. Ну, это классика, вот трехзвенный. И микросервисы, это когда у нас такая графовая сетевая модель, когда у нас приложение разбито на множество кусков, у каждого куска есть хранилище данных, и это целый отдельный мир микросервисов, но мы вообще сейчас их не касаемся. Но, тем не менее, какой бы ни был этот системный архитектурный паттерн, там всегда будет три вещи. Вот неважно, что мы из этого пишем, всегда будет три вещи. Вот эти вот вещи, это будет tier, да, вот этот уровень или слой, или как угодно. Ну, лучше слой не называть, лучше говорить уровень, какой-то уровень, какое-то назначение тоже, да, вот какая-то часть, кусочек tier presentation, да, то есть представление, или GUI, ну, это все синонимы, это, в общем-то, некоторый интерфейс, то есть для пользователя, то есть с чем непосредственно пользователь коммуницирует, да. Дальше данные, я сразу вниз иду, data tier, да, то есть уровень данных, это, собственно, источник данных, непосредственно какая-то часть приложения, которое коммуницирует с источником данных и отвечает за вот эту персистентность, то есть организует вот эту персистентность, персистентность данных. Это тоже отдельный кусок. И, собственно, бизнес-логика, или сервис, или там уровень сервисов, уровень бизнес-логики, я обычно говорю вот таким, по остаточному принципу говорю, бизнес-логика – это все, что не связано с представлением и с данными. То есть можно, конечно, красивое определение сказать, но я обычно так говорю, это все оставшееся, все остальное, в принципе, это бизнес-логика. То есть бизнес-логика, если вот мы сейчас будем делать такси, ну, продолжать вот этот такси, такси-аппликейшн, да, которое было у нас в курсе ООП, то есть если о нем говорить, то в бизнес-логике у нас что будет? У нас будет какой-нибудь подыскать водителя, там, как-нибудь статистику по заказам, это все бизнес-логика, авторизация, это все сюда же. То есть вообще все, по сути дела, все глаголы, все глаголы в нашей системе, да, это будет, это будет бизнес-логика. Все такие основные глаголы, которые определяют вообще суть нашего приложения, именно суть приложения, потому что в слое данных тоже будут глаголы, и в представлении тоже будут какие-то verbs, да, то есть глаголы, то есть какие-то действия везде будут. Но основные вот здесь, то есть, собственно, то, что определяет суть нашего приложения, это в логике. Вот это бизнес-логика. И вот сейчас мы это потихоньку раскидаем. Сейчас мы будем писать, мы это раскидаем. Так, у меня опять потерялось. Пока не говорим, о, я понимаю, что есть люди, когда будут смотреть этот вебинар, мало ли кто будет его смотреть, когда мы его выложим. Может, там какие-то вообще там мастодонты будут смотреть, чтобы просто не прикапывались, да, потому что называются я прям сразу, чтобы не прикапывались. Мы не говорим. О MVC, MVP, MVWin точно не говорим, пока это будет во втором вебинаре. То есть это не в этом контексте мы сейчас будем смотреть. У нас будет простейшая коммуникация, как бы, модели с GUI, да, простейшая. Windows 4 мы будем вообще сейчас писать. То есть об этом не говорим. Мы не говорим, ну, прям вот детально о чистой архитектуре и о домен DDD, вот этот Domain Driven Development. Domain Driven Development, да, то есть разработка, ну, через анализ предметной области, да, разработка через предметную область, через Domain. Вот мы об этом не говорим, хотя, хотя часть терминов, которые мы сегодня будем употреблять, в частности, там, репозитории, там, entities, это все вот отсюда, из этого DDD. Но, опять же, я буду употреблять эти термины и будем использовать эти понятия, но это, как бы, мы придем к ним не из книжек Эванса и Фаулера, мы придем к ним просто с здравым смыслом и знаниями нашим по ОП. Вот, ну, просто чтобы не путаться, я буду говорить, что сразу теми же терминами, которые мне называются, там, DDD, репозиторий, там, да, entities. Вот, и будет, соответственно, вот, напишем вот такую приложушку. Сразу скажу, что вот, вот у меня уже раскладочка, это то, что на GitHub пойдет, я еще туда не коммитнул, не запушил, но сейчас мы будем писать, ну, такое окошко будет, но сейчас мы будем писать как бы с нуля, потому что я думал, что копипастить, и так будет быстрее вроде как копипастить, но потом я подумал, что люди будут смотреть, да, которые вот прям вот такие, ну, с таким уровнем близким к нулевому, да, и поэтому хорошо бы, чтобы они увидели, как я работаю, там, с Visual Studio, да, как это все прям создается на ходу, тем более, что мы должны это успеть там за час, я думаю, тут ничего такого не должно быть. Поэтому мы сейчас-то будем писать, то есть это вот уже есть как бы, ну, еще раз, еще раз-то начнем писать. Итак, Водный сказал. Так, запись, ну, я надеюсь, я просто не сказал, я не дал отмашку явно писать, да, ну, я думаю, человек пишет, да, там, помимо меня, запись идет. Такс, хорошо. Ну что, открываю Visual Studio. Итак, мы вот будем, вот это окошко нам надо сделать. Нам надо. Что в этом окошке? Мы будем, мы отобразим драйверов, да, у драйверов какие-то машины, то есть мы хотя бы, как минимум, закодируем машины водителей, да, и, собственно говоря, не только машины водителей, а, собственно говоря, раскидаем сейчас по вот этому, красивенько раскидаем по вот этому. Поэтому вот у нас пустой проект. Очень хотелось бы, вот я создал, да, здесь Visual Studio, там все дела. Очень хотелось бы, конечно, сразу же людям там к окошке и бегом там чем-нибудь, баттон-клик, и бегом-бегом это все там сразу же заполнять эту формулу. Но нет, мы пойдем как положено, по-взрослому. Мы пойдем сначала, что мы будем заполнять вообще, что у нас за приложение. У нас спеки, у нас там так, у нас вот, вот спеки, вот как бы, вот спеки, мы из этого исходим. То есть у нас надо вот это отобразить, поэтому мы с этого и начинаем. Вот. Соответственно, что нам нужно? Вот у нас пока ничего нет. Ну, во-первых, нам нужны вот эти драйверы кар. Драйверы кар, они в принципе не относятся ни к данным, ну, ни к слою дейта, вот именно в том смысле, о котором я говорил, ни к презентейшену, ни к сервису. Это как бы наши основные сущности в предметной области, с которой мы работаем. Они вообще могут пойти здесь в отдельный проект даже. как-нибудь core или domain назвать. То есть вот здесь в solution добавить отдельный проект и там раскидать, ну, накидать все эти сущности. Но опять же, сейчас, чтобы не путаться, я все-таки буду делать, вот здесь у нас будет один проект, просто чтобы не путаться. То есть это, не знаю, что это самый классный способ, но я вот здесь добавлю new folder и назовем его domain, например. Так как нам у нас будут, то есть это вот сущности предметной области там будут. Но так как у нас будут там чисто сущности, то есть ничего такого сложного, они очень простенькие будут. То в принципе, ну, можно оставить вот так domain назвать, можно назвать entities. Поэтому я, в принципе, как вот на той картинке было entities, я entities и назову. То есть это пока еще не относится ни к data, ни к service, ни к presentation. Это, собственно, наша сердцевина, core, да, entities. И вот сюда мы сейчас подобавляем классы, то есть нам нужен car и driver, да. Так, ну, начнем с машины. Мы сейчас очень быстро это добавим. Car.cs, да. Так, и что? Что у нас по машине? У нас машина есть. Make, model, да, производитель, модель, номер, да. В принципе, все. Производитель, модель, номер, да. Вот я просто показываю, как можно работать с Visual Studio, да, C-Sharp. Как бы у нас было на плюсах, сейчас на C-Sharp. Не должны быть проблемы. То есть должны быть данные. Должны быть вот эти все данные. И сразу же пишем, ну, я напишу, prop. Я вот так вот пишу, сейчас скажу, что я делаю. Вот prop. Вот в Visual Studio есть такие удобные, такие сниппеты, сокращения, да, код-сниппеты. Собственно, вот я prop, ну, там табуляцию так нажимаю. Хоп. И он мне сразу подсказывает, он мне сразу дает такую генерирует вещь. То есть я буду, у меня будет string, my property, string, make. Вот. Ctrl-C, Ctrl-V, наша любимая комбинация. Здесь будет model и номер. Это все строки, поэтому... Значит, что это такое? Get-Esset. Для тех, кто приходит из C++, да, это get-Esset. На самом деле вот это make, это значит, что здесь под капотом будет сгенерировано прям поле make. Ну, такое, да, стринговое. И get-Esset для него сделан. Сразу же. Вот это такой auto-properties называется. Крутая штука, поэтому... Ну, надо понимать, что здесь два метода прям сразу. Только вот там очень красиво записано. Так, хорошо. ClassCar напишем. Сразу ClassDriver напишем. ClassDriver. То же самое. Prop. Томбуляция. Поехали. Что у драйвера? У него там firstName будет, lastName. FirstName, lastName. Что еще у него будет? Сделаем ему experience years. Вот. Только это будет интовый количество лет. Ну, так, чтобы хоть немножко полей тут прибавим. Так, years. И пусть у него будет машина. Сделаем агрегацию. Мы знаем, в терминах... В терминах OOP называется агрегация. Он агрегирует машину. Вполне нормально. Это такой получается агрегат, драйвер. У него есть машина. Отношение один к одному. Нормально. Так. Ну, вроде пока все. Так. И драйвер я делаю... Я его сейчас в отдельный файл, но... Но. Смотрите. Есть у entities. Есть еще такое понятие, как... Что такое вообще сущность? Сущность. У сущности должна быть обязательно... Обязательно идентификатор сущности. Должно быть что-то, что отличает. У нас может быть машина, make, model, номер. Ну, номер, понятно, может... Он будет уникальный, да? Но драйвер, например, может быть не уникальный. Нам надо что-то, что будет выделять как-то одну сущность. Вот аналог, как в базах данных. Вот у вас говорили о surrogate key, да? Это суррогатный ключ. То есть должен быть... Должен быть какой-то идентификатор сущности. Какой-то вот этот вот просто айдишник. Это может быть просто интовый айдишник. Мы сейчас будем в самом простом случае интовый айдишник. Может быть, у такой есть еще GUID. Тоже нормальная вещь такая. Такой уникальный идентификатор. Либо так, либо так. Вот. Теперь смотрите. Когда я сказал, что сущность, да, у нее должен быть идентификатор, да, я ведь, что фактически произнес, я сказал, что есть некоторый контракт для сущности, правильно? Что это вот у любой сущности должен быть ID. Как только я сказал, что это контракт, выплывает понятие из ООП какое, которое называется интерфейс, правильно? Поэтому, в принципе, мы сейчас сделаем интерфейс I-entity. По сути дела, в entity должен быть вот этот идентификатор. Все остальное, может быть, отличается. Но вот идентификатор должен быть в любой entity для меня, да, концептуально. Поэтому я это кодирую. Значит, смотрите, тоже в Visual Studio я так вот беру, Ctrl-точка или правая кнопка здесь над этой лампочкой, либо Ctrl-точка. И вот здесь много по рефакторингу у меня, значит. Вот здесь Extract Interface. То есть я интерфейс могу прямо извлечь из этого класса. Я жму Extract Interface, он мне предлагает, какие методы I-car, да. Но я не хочу I-car, я хочу назвать его I-entity. И, в принципе, это ID должен быть. Опять же, почему интерфейс здесь вообще возможен? Потому что ID, помним, да, что интерфейс – это набор чисто виртуальных методов, правильно? Чисто виртуальных функций. Здесь ID, getter и setter – это чисто виртуальные… Ну, как бы это методы, это не поле, это методы. Поэтому мы можем спокойно делать интерфейс. ID – это getID и setID, по сути дела. Поэтому мы делаем I-entity, ID, тра-та-та, окей. Все, он сделал красивенько. I-entity, драйвер – то же самое делаем, I-entity. И драйвер я кидаю… Так, смотрим, I-entity вот он мне создал здесь. И драйвер я тоже кидаю здесь. MoveType to driver.cs. То есть я его раски… То есть он уберет файл. Все, теперь у меня здесь car, драйвер, I-entity раскидана по файлам, нормально. Итак, все, entities мы сделали. Теперь… Что мы теперь будем делать? Теперь мы будем делать… Ну, с чего надо начать? Ну, надо начать теперь с вот этого data-тира, да? То есть нам надо теперь вот красивенько как-то entities заполнять. И мы должны понимать, что эти entities будут браться у нас из какого-то источника данных. Причем источник данных может быть разный. Вот. И нам надо написать вот сейчас специальный класс, чье функциональное назначение будет заключаться в том, чтобы организовать вот это взаимодействие моих вот этих entities, вещей из приметной области, с источником данных. И это будет чисто его функциональное значение. Напоминаю, что хорошее ОП… Это мертвое ОП, да? Хорошее ОП. Хорошее ОП – это когда… Значит, когда у нас классы занимаются чем-то одним. И вот мы сейчас выделим класс, чье назначение будет чисто вот это вот… быть посредником между источником данных и, собственно, моими вот этими вот… вот этими классами, entities'ами. Вот тут мы уже создаем новую папочку, которая будет, собственно говоря, и… это data, вот этот tier у нас будет, data. И вот этот класс, который будет, значит, взаимодействовать с источником данных, он будет называться у нас… Опять же, вот тут мы обратимся к DDD. Он может быть называться по-разному, может, как угодно его можно назвать, но мы его назовем, вот как он и называется, это назовем его «Repository». Я напишу очень таким общим. По репозиториями целый есть… Вообще, по репозиториям можно делать отдельный вебинар, потому что там столько нюансов, и… Знаешь, я сейчас не хочу никого путать. Я прочитаю… Да, да, чатик. Просто периодически надо чекать чатик. Ну, по DTO, как бы, по DTO я отвечу чуть позже. Опять же, DTO – это больше из clean architecture, поэтому я не знаю, почему это относился вопрос, но вернемся к этому DTO. Итак, класс «Repository». Итак, что… Вот он медиатор, да, он посредник между источником данных и, собственно, нашими entities. Поэтому у него должны быть методы. Какие у него должны быть методы? Ну, как минимум… Вот мы там будем выводить драйверов, да. Пусть он даст нам драйверов. GetDrivers. Причем я… Когда я это пишу, я предупреждаю, что эти драйвера будут из источника данных браться. То есть логика вот этого метода, его функциональное назначение – это не какая-то там… Ничего, кроме как получить этих драйверов из источника данных. Вот чтобы мы вот это понимали. И это должен быть какой-нибудь… Ну, либо сразу можем писать лист драйвер. Вот опять же, у меня сейчас подчеркивает драйвер, потому что надо опять control-точку поставить, и он мне предложит… Ну, мне надо… Я сейчас в другом нахожусь в namespace, дата, да, мне надо entities. Вот, поэтому я сделал using.taxi.entities, чтобы он сюда, как бы, в область видимости попал. Так, драйвер, да, getDrivers. Ну, а как же, часто пишут более общий такой iEnumerable интерфейс любого… Ну, лист в том числе его реализует интерфейс, iEnumerable getDrivers. Так, и, собственно говоря, здесь будет… Вот здесь будет какая-то логика, логика загрузки или десерилизации. То есть, напоминаю, понятие сериализация – десерилизация. Сериализация – это мы сохраняем полностью состояние всей нашей системы, всех наших объектов, сохраняем его в каком-то, ну, виде файле, там, да, в каком-то постоянном источнике данных. А когда мы открываем его, ну, из источника данных берем, мы, как бы, заполняем нашу структуру, это десерилизация. Здесь какая-то будет логика десерилизации. Я пока сделаю return null, чтобы он просто не ругался. То есть, здесь вот, пока так напишем, просто чтобы не было подчеркивания. Что еще, кроме getDrivers? В принципе, здесь будет добавить водителя. Ну, потому что это же тоже будет с источником, да, то есть будет voidDriver. Ну, бывает voidDriver, бывает driver, возвращают уже добавленного, да, ну, по-разному. Вот, addDriver и… Здесь будет какое-то добавление драйвера. Ну, пока давайте так, и removeDriver будет, ну, пусть пока вот эти два метода, что мы сейчас пока не писали. Итак, я пока вот далеко отсюда не ушел. Я хочу сделать репозиторий, да. Он реализует, как я понимаю, что он реализует идею взаимодействия с источниками данных. Это идея источника данных. Опять контракт, опять идея, значит, опять нужен интерфейс, да. То есть, в принципе, я опять сейчас буду extract interface делать. Это для OP-шников совершенно нормальное явление. Более того, даже, в принципе, OP-шники пишут сначала интерфейс, да, потом я просто вот сейчас начинаю так, потому что это больше привычно. Все-таки я допишу remove. Значит, потому что это более привычно для новичков, да. Вот, поэтому класс репозитория, опять control. Extract interface. А, то есть он предлагает extract base class. Так, почему он предлагает extract interface сделать? А, потому что это надо сделать все павликами. Так, extract interface. Ну, здесь пусть все. Это все у меня в идее репозиторий есть. Я говорю, окей. Все, iRepository. Проверяем, что у меня здесь iInterface. iRepository появился. Вот он, вот он, iRepository. Естественно, что я чуть-чуть будет красивее. Так, итак, вот идея iRepository. Еще раз идея, он коммуницирует с источником данных и, собственно, взаимодействует непосредственно. Так, чем хорошо, что я выделил вот этот iRepository, да. Тем, что я пока вот даже вот здесь реализация логики, а я уже хочу писать окошко, я уже хочу спопюлейтить этими данными, да, населить этими данными. Я хочу попюлейтить этими данными, сделать. Тем, что я сейчас на основе этого же iRepository могу сделать какой-нибудь свой пока что, ну, тестовый или mock-репозиторий, так mock, то есть заглушечный такой, тестовый репозиторий, заглушечный репозиторий, да. Он мне нужен чисто для того, чтобы я мог посмотреть уже какие-то, какие-то данные, да. iRepository. Пишу так, класс, чтобы опять не писать, control.implement interface. Жму, хоп, он мне сразу эти три метода дал, но сейчас мне код надо будет написать. Итак, если мы еще не потерялись, то есть еще раз, вот логика такая, что это будет основной мой репозиторий, который будет реально взаимодействовать с каким-то файлом. Мы еще посмотрим, как именно мы будем реализацию делать. А это я сейчас напишу пока что, как будто бы у меня источник данных, это вот он у меня в памяти, как бы я буду просто его брать сейчас, такой заглушечный репозиторий. А потом я красивенько, конечно, подставлю все, как положено, вот этот. Но пока этот я не пишу. Так, тоже его, тут у мог репозиторий, открываю мог репозиторий, сейчас я скопирую кое-что. Но пока, перед тем, как я скопирую, я все-таки еще хочу пару слов сказать по поводу этих интерфейсов iRepository, что, в принципе, вот я сейчас сделал вот так. Ну, вот по-взрослому часто пишут вот именно generic repository, то есть пишут вот такой репозиторий, iRepository, и вот здесь вот так вот пишут драйвер, как с дженериком таким. Я сейчас, чтобы не путать, то есть я скажу, вот так вот, вот так вот лучше, так более принято, так более привычно, да. В принципе, логика та же самая потом, только здесь заменится, как бы, там будет iRepository такой вот общий T, и вот здесь любой тип, да, там драйвер, кар, там booking, что-то еще. То есть, в принципе, сюда должен зайти любой агрегат, то есть любая entity, любой агрегат. То есть репозиторий создается для всех. То есть для каждой сущности отдельный репозиторий, точнее, для каждого агрегата. Ну, сущность, частный случай агрегата. То есть это создается репозиторий для каждого, для машины, для драйвера и так далее, да. Но мы, чтобы сейчас не путаться, да, я, кстати, может быть, к этому вопросу вернусь на других вебинарах, но сейчас вот, чтобы не путаться, все-таки сделаем такой, сделаем такой репозиторий, который вот такой общий, который вот прям все, все для всего, репозитори для всего, чтобы мы просто понимали его смысл пока что. Так, хорошо, get drivers. И вот здесь я сейчас скопирую кое-чего, вот у меня тут сниппет, я прямо вот возьму такую вещь и возьму таких прошитых драйверов таких. Хоп, и сюда вот так вот их вставлю. Опять же, это заглушечный репозиторий, который я вообще, я потом от него избавлюсь. То есть он мне пока нужен. Так, единственное, что тут еще был цвет. Да, это восходно. Давайте я просто цвет машины поубираю. Там на гитхабе будет еще цвет, но я его сейчас уберу. Итак, смотрите, вот у меня будет вот такой. Get drivers вернет мне просто вот этот drivers. Вот. То есть у меня сейчас репозитория. Идея репозитория как бы взаимодействия с источником данных. Я говорю, ну хорошо, вот это мой сейчас источник данных, такой заглушечный, и, собственно, из него я и возвращаю. Так, добавить драйвера. Нет ничего проще. Drivers. В принципе, логика валидации, ну ладно, об этом попозже. То есть логика валидации здесь нет. Ну потому что у нас будут сервисы. Так, drivers. И тут, собственно, здесь вот будет логика удаления, но я пока это оставлю. Итак, drivers, тра-та-та, добавление. Все. Так, хорошо, у меня есть репозиторий. Так, что, я могу уже формочку сюда, я могу уже наконец-таки отобразить эти данные, да, вот хочется отобразить. Ну хорошо, давайте DataGridView я поставлю сюда. Вопрос только, что отображать, да, то есть я DataGridView поставил, иду сейчас на mainform. View кода. Text. Ну, давайте прям тут же сейчас напишем. Значит, DataGridView 1, DataSource, и что? У меня возникает, как бы, такая, такой соблазн. Ну, из репозитория сразу же затянуть сюда DataSource, да? Но это будет неправильно. Давайте это сделаем. Просто скажу, что это не совсем как нужно. То есть мы здесь должны, собственно, мой репозиторий. Репозиторий. Опять он его не видит. Так, у нас остается 10 минут. UsingTaxiAppData. А репозиторий. Репозиторий. Равно new, и вот здесь мы создаем наш mock-репозиторий, потому что это тот же интерфейс. Мы сейчас пока подставим mock-репозиторий. Потом, когда я поменяю, когда я реализую уже логику... Так, когда я уже реализую логику, ну, нормального репозитория, я всегда вот так вот mock-репозиторию заменю на репозиторий, и все, только в одном месте, да? Вообще, по-хорошему, еще вот эта вот штука прокидывается в конструктор, такой dependency injection, но это вот тоже сейчас не путаемся. Давайте пока вот, давайте пока без этого. Так, вот. Но даже если мы так это не прокидываем, эту зависимость, все равно вот здесь взял, бах, заменили, и по-другому программа работает. Хоп, и уже по-другому программа работает. В одном месте меняем, и все меняется, да? Data source, и что? Repository.getdrivers. Text, вот. Опять же, это должно сейчас запуститься. Ну, вот оно подхватилось, как бы, из нашего mock-репозитора и все красивенько сделалось. Ну, здесь машина, она, конечно, отобразилась таким образом, понятно, потому что мы никакой логики сейчас не написали. Мы все равно не будем использовать этот control, в конце концов. Но, как бы, оно работает и так. Что сейчас сделано? Сейчас, вот если посмотреть на картинку, как сейчас, вот если на эту картинку посмотреть, сейчас, вот у нас presentation tier, вот у нас наш, значит, интерфейсик, да, и он непосредственно тянет данные вот отсюда. То есть стрелочка прям идет, минуя вот этот logic tier, он просто, стрелочка прям сразу же, сразу же в data tier идет. Вот это, ну, не надо так, да, что называется. Это неправильно. Видите, стрелочка идет в logic, то есть presentation должен работать с бизнес-логикой, потому что data tier – это чисто вспомогательная штука, которая нужна для бизнес-логики. В бизнес-логике все происходит. То есть вот это получение, получение get-драйверов должно быть из бизнес-логики, а не из data tier, не из слоя данных. Бизнес-логика будет получать вот этот репозитор, и она из репозитори будет тянуть эти драйверы. А вот здесь мы уже, как бы, бизнес-логик, вот здесь, вот здесь мы будем из бизнес-логики тянуть. Понятная идея, да? Вот, это вот так вот прям правильно. Поэтому, поэтому, что нам остается? Нам остается, ну, что-то так звучит, прям как нам остается. Это прекрасно, что мы делаем. То есть мы, как бы, причесываем все, красивенько организовываем. То есть нам надо сделать бизнес-логику. Это, ну, можем назвать там бизнес, там, я не знаю, там. Ну, services, я называю себя services, нормально. Services. То есть у нас есть data, это data tier. Services – это отвечает за вот этот бизнес-логику. Да, кстати, вьюшка – это у нас main form. Сейчас надо сделать еще и views. Это new folder, надо сделать views. И main form поместим сейчас во views. Просто я сейчас, мы это сделаем сейчас, пока все-таки с сервисами. Давайте разберемся, add. И что у нас здесь будет? Опять же, у нас здесь будет authorization service, там, логинг service. У нас будет это все вот здесь в сервисах можем писать. То есть берем new item и authorization service пишем. Oath, это надо тренировать еще, authorize, authorization service. Вот, значит, о service, и что здесь будет? Ну, у нас здесь будет метод authorize, там, который будет возвращать там true либо false по логину, паролю. Ну, например. Это вообще говоря, опять же, логику авторизации, сервис авторизации можно сделать вообще по-разному. То есть если я предполагаю, что мне надо просто человека впустить, это одно. Если человеку надо назначить роли, там, всякие ролы, клеймы и так далее, да, то это будет уже аутентификация с авторизацией, да, то есть это будет уже, тоже будет другое. Но опять же, мы сейчас не совсем об этом говорим, просто что, ну, допустим, вернут true здесь как бы. Опять же, то же самое делаем. Control.Extract interface сразу же. Это вообще, это должно быть, ну, либо вообще говоря, с интерфейса начинать, опять же, ну, либо так, либо так. Вообще, правильнее, конечно, начинать с интерфейса, то есть, ну, authorize, окей, тра-та-там. Итак, у нас уже, опять же, ну, и понятно, что там еще какие-нибудь статистику, там, какие-нибудь подборы, там, еще чего-то, еще чего-то. Понятно. Ну, нас больше интересует, конечно, собственно, наша домейновая бизнес-логика, да, то есть нам надо добавить этого нашего драйвер-сервиса. И сейчас будет такой специфический, ну, как специфический, такой момент, который может смутить. То есть мы берем, по сути дела, сейчас пишем те же методы, которые были в репозитории. Опять же, чтобы это не смущало, надо понимать, что это просто потому, что у нас очень игрушечный пример. Но вообще говоря, это, конечно, у них совершенно разные задачи. То есть вот это основные глаголы здесь, драйвер-сервисе, а в репозиторе именно глаголы связаны с загрузкой и сохранением данных. Так, загрузкой данных, значит, по сохранению еще чуть позже скажем. Так, то есть, по сути дела, у нас опять же будет, даже можем прям скопировать вот это вот, у нас будут похожие методы. Вот, кстати говоря, в драйвер-сервисе уже есть, может быть, драйвер-дсо, но пока просто остается драйвер. Control.taxia.fp.entities. Вот, то же самое, делаем интерфейсик. Окей. И вот теперь уже вот здесь get drivers мы тянем из репозитория. Return. И вот здесь бизнес, наш бизнес-логик-тир обращается, соответственно, картинка, он уже пойдет, он сюда дернет вот этим query, database. Вот сейчас мы сделаем, сейчас мы делаем все как положено, то есть репозитори, ну, его надо сделать, конечно. Опять же, я просто кодю вот таким топ-даун, да, я уже кодю, как будто в репозиторе есть. Давайте так проделаем что-то. Так, ай, репозитори, репозитори, так себе дата, равно, и опять же здесь прошиваем как бы репозитори. Комментарии по этой части еще будут, и в следующих вебинарах, возможно, то есть, что вот это можно с этим что-то сделать покрасивее. Ну, как бы прошиваем, но опять же, прошиваем только в одном месте уже, как бы это хорошо. Кстати, эта штука так и называется, шов, sim. Return repository.get drivers. То есть, вот так вот, вот уже мы сделали вот как положено, то есть у нас бизнес, логика обращается к data tier, data tier вытащил как кому надо из источника данных и дал, собственно говоря, дал нам, и уже как бы driver service дает нам эти вещи. И теперь, соответственно, вот здесь вместо ай-репозитори мы пишем iDriverService. DriverService равно new driver service. Опять же, напоминаю, там мы в курсе ОП говорили, тут у нас идея, а здесь реализация, понятно. То есть, мы не можем создать объект идеи. У нас есть идея, но мы, конечно же, какую-то реализацию конкретно создаем. И вот теперь driver service, как положено, сделано. Вот теперь сделано, ну, конечно, мы сейчас изменим интерфейс, все это мы поменяем во второй части. Сейчас у нас уже полтора минуты и закончится первая конфа. Сейчас мы это все причешем, да, значит, но, по крайней мере, с точки зрения вот именно вот этой полностью, вот этой лесенки, мы сейчас сделали все как положено. То есть, у нас сейчас все как положено. У нас сейчас data tier, у нас business logic tier, у нас view. Да, мы сейчас эту форму во view запахнем. Вот. То есть, мы сделали такую болванку, болванку. То есть, фактически мы, ну, по сути, да, что мы сделали? Мы только отобразили данные, да. Ну, как бы столько, казалось бы, для кого-то, может быть, лишних движений сделали. На самом деле, не лишних движений. Вообще, мы красивенько все распределили по функциональным своим назначениям. Это важно, это самое главное. Для архитектурки прямо это очень важно. Так, ну и сейчас, значит, начинаю вторую часть. Итак, ну а теперь поработаем с viewхами у нас. За viewхи у нас, ну, в смысле, за представление, да, на слое представления у нас будет очень простой winforms слой такой, да. И мы поработаем с viewхами. Так, первое, что надо было сделать, это mainforms закинуть во views. Тут сейчас, вообще говоря, надо красивенько проверить, чтобы оно запустилось. Вообще, его же надо красивенько мешать, тот зумовский, тут все эти окошки у меня. Так, значит, надо его поместить в namespace. Views, чтобы он был. Соответственно, здесь тоже mainforms дизайн или тоже views. Так, и здесь, соответственно, нам надо mainform сделать views. Итак, что я сделал? Я mainforms поместил в папочку views, но, соответственно, его надо по-хорошему и в пространстве имен views. Поэтому я все, namespace везде поделал в views. И здесь, соответственно, главное, в точке входа программу, да, я тоже сделал, чтобы оно все виделось. Так, проверяем. Запустилось. Ну и что? Сейчас мы это будем, значит, делать красиво. Мы будем делать такой декоративный ремонт. И, ну, давайте уже сразу поговорим о какой сейчас интерфейс, да, такой топовый, да, такой в вебе, там, не в вебе, там, в мобильном, везде. Топовый интерфейс – это вот этот material design. Поэтому я вот таким вот включил material design. Ну, что это такое? Это вот легче просто показать. Это вот такой характерный интерфейс с такими иконками, с такими кнопками, с такими, там, карты есть, cards такие есть, да. Такое всплывающее, вот эти вот менюшки, которые, кстати, гамбургеры там всякие, да, и так далее. Кнопочки вот такие. Вот это называется material design. Дайте определение material design. На, смотри. Вот. И, значит, я, ну, тут такое дело, конечно, что WinForms – это старичок. Это такой старичок, прям совсем старичок. И, конечно, если говорить о material design, надо говорить о каких-то, там, фронтендах нормальных, там, всяких, там, HTML, CSS, Angular, там, React, каких-нибудь, ну, даже WPF, то, что у нас во втором вебинаре будет, да. Вот. В WinForms прикрутить material, ну, вот есть такой material skin, вот, благодаря которому окошко можно сделать, чтобы оно выглядело вот такое. Это WinForms, окошко, да, но оно выглядит вот так. Значит, что надо сделать? Глюкавый этот, конечно, material skin. Что надо сделать? Надо установить newgate пакет. Я его, в принципе, уже установил. Но я покажу, как это сделать, да. То есть, в Solution Explorer идем. Taxi App. Правая кнопка. Manage newgate packages. Вот здесь. Manage newgate packages. Брауз. Вводим material skin. Вот. Material skin. Здесь будет несколько, несколько material skin. То есть, тот человек, который изначально его сделал, это вот material skin и material skin updated. Вот этот material skin updated глюкавый, как я не знаю. То есть, вот этот material skin 2, который, это форк. То есть, ответвление. Вот Leo CB, какой-то Leo Botaro сделал свой форк. Это я вот его показываю. Это его форк. И он сделал newgate material skin 2. То есть, в принципе, лучше material skin 2. Я его. То есть, он менее глюкавый. Код там, конечно, вот если посмотреть вот код этого material skin, это вообще, ну, он похож на какой-то студенческий код там. Ну, такой код. Ладно. Ну, в общем, код там. Я к тому, что можно найти какую-то нишу, сделать какой-то код. Исходный material skin с таким корявым кодом, да. Он там 2 с чем-то звездочек, тысячи звездочек на GitHub. То есть, просто человек нашел нишу, как бы сделал такой материал-дизайн для Windows Forms. Итак, вот этой правой кнопкой, ну, в смысле, вот здесь install. Вот выбираем, там будет install. У меня он уже установлен, да. Что появится? Появится вот такой, это хорошие новости, что появится в Toolbox, появится вот такой целый material skin. Ну, во-первых, нам надо саму форму. Саму форму сделать так, чтобы она наследовалась от material form. Опять же, я понимаю, что кто-то будет писать на Unique, кто-то будет писать на WPF, кто-то будет писать. Но многие будут писать на Windows Forms. И опять же, еще раз хочу повторить, что этот вебинар для вот людей, которые вообще вот, ну, как бы больше с нуля, да. То есть, это вебинар самый базовый. То есть, более интересные вещи будут, ну, такие продвинутые даже, интересные. На самом деле, вот это тоже довольно-таки интересная вещь. Ну, поверьте, believe me. Так, using material skin controls. Так, все, material form. То есть, надо относиться к material forms. И сейчас должно как-то красивенько у меня... Опа! И он уже вот такой стал. Хорошо. Так, вот это убираем. Как... Ну, мне просто... Ты посмотри, какова красота! Какова красота, да? Дотнет. Вот, ну, я не знаю. Билл Гейс давно должен меня уже на зарплату посадить, потому что я Дотнет прям популяризирую по полной программе. И мы сейчас поставим что? Ну, в принципе, вот... Там табы у нас были, да? У нас были табы. Вот drivers и history. Это табы. Таб control. Давайте пока без него. Давайте хотя бы вот этот вот, вот этот сделаем. List view и вот эту кнопочку. А давайте хотя бы просто... Хотя бы list view. Material list view. Вот так, тра-та-та, поставим. Вот. И у нас там будут колонки. Поэтому мы здесь должны сделать там правая кнопка. Properties, items, collection, columns, collection. Видим, что здесь уже много перепрошито, потому что он так работает. Так работает, в общем-то. Да, кстати, я не сказал... Material skin так работает. Я не сказал, что саму форму я переименовал main form. То есть, когда вы будете создавать проект, она будет форма 1 называться. Я переименовал main form, чтобы просто не смущалась. Вообще все контролы, конечно, надо... Вот не надо делать, как все люди делают там в курсовых работах. Там material list view. У них так вот и торчит потом в кодовой базе. Вот это вот он не переименовывает name. Ну, елки-палки. Это дело 5 минут, да? На самом деле, вот я сейчас вот мы за полтора часа мы напишем 80% курсача там обычного, да? То есть, за один вечер. Ну, если такой курдовский, такой второкурсный курсач. Это у нас что будет? У нас будут драйвера, поэтому пусть будет driver's list view. Назовем нормально. Columns. Что мы будем отображать? Ну, будем отображать в этих columnns, чего будем отображать? Мы будем отображать driver, car и номер, да? Соответственно, подобраем. То есть, вот здесь будет driver, пусть сделаем 180. Name. Ну, здесь этот name можно оставить. Text хотя бы поменять. Text. Driver. Так. Так, теперь car. Ну, в смысле, там уже как мы будем захотить, как мы уже захотим в каком виде выводить. Это заголовочек driver, car и... Что там было? Номер. Номер машины. X. Хорошо. Окей. Ну, давайте заполним. Давайте хоть посмотрим. Давайте вообще запустим. Сначала скомпилируйся. No. DataGridView does not exist. Ага, да. Может, это все. Так, теперь... Ну, запустилось, по крайней мере, что-то у нас тут. Что-то в каком-то виде есть. Так, теперь надо сделать populate, да? Что называется. Нам надо populate. К сожалению, ListView, вот этот материал, вот DataGridView, у него есть такое понятие, как DataSource. То есть, фактически, это что-то типа, что называется binding. Об этом поговорим во втором вебинаре. То есть, это современный способ увязать данные с представлением. Binding. То есть, мы не должны вручную писать там всякий код population, да? Вот этот вот код populate, мы не должны вручную его писать. Ну, в Informs, я говорю, это старичок, поэтому вот ListView, вот у него, короче, его надо запопилейтить именно вот так. Поэтому я, в принципе, этот сниппет тоже сейчас скопирую. Вот такая private field drivers будет у нас. Вот такой будет метод. FieldDriverList. Значит, давайте посмотрим, что он из себя представляет. Он из себя представляет, то есть, мы очищаем айтемы, которые там были, и проходим forEachem. ForEachem по driverService.getDrivers. Мы получили драйверов, и просто forEachem явно формируем каждый лист ViewItem, из которого мы делаем driver firstName, lastName, car, make, no, да? То есть, вот так. Ну, опять же, есть какие-то вопросы по этому коду будут. Можно как-то отдельно меня спросить. Ну, по-моему, здесь все очевидно. То есть, в forEachem мы просто, мы делаем newListViewItem, вот этот каждый, вот этот отдельный, вот этот раз, два, три, вот мы его надо прям явно сформировать, поэтому мы это делаем. Ну, здесь какую-то, здесь такую интерполяцию строк сделали. То есть, мы склеиваем firstName, lastName, car, make, car, no. Здесь то же самое, можем склеить make и model. Ну, давайте все равно. Вообще говоря, здесь, конечно, exception, ну, мы не проверяем, что у драйвера не ту кара, например, да? Ну, все очень упрощенно пока. Hello World, по сути дела. Так, fillDriverList, fillDriverList. Опять же, мы это можем fillDriverList написать в конструкторе mainform, мы можем сделать на, можем сделать метод onload, да, и при загрузке формы это сделать. Ну, главное, что мы опять-таки, мы дергаем driver service, как и положено, и красивенько все это отображаем. Вот, что-то как-то так получилось. Не так, как у меня исходная была вещь. Ну, да ладно, пусть пока так. Главное, что заехала, что называется, заехала. Так, ну что, если говорить о, давайте вернемся на план вебинара, если говорить о сервисный репозиторный подход рассмотрели, материал дизайн какой-то, ну, по крайней мере, материал скин, да, вот NewGate пакет, материал скин, посмотрели, что в WinForest можно его приклеить, это тоже посмотрели, персистентность, реализацию, ну, единственное, что реализацию не сделали, сейчас какую-нибудь сделаем реализацию, ну, давайте все-таки, все-таки добавим кнопочку driver, потому что в репозитории мы не рассмотрели одну такую вещь. Именно сохранение, хорошо, мы, источник данных, это же не только загрузка данных, это еще сохранение. Мы можем, в принципе, написать функцию save вот здесь, ну, и в репозитории тоже функционально сделать, сделать сохранение в репозитории. Но дело в том, что с репозиторием идет другой паттерн в придачу, или другой класс, да, который мы сейчас напишем, который называется unit of work, и функция вот это сохранение уходит туда. То есть, если мы пишем репозиторий и без вот этого unit of work, который мы сейчас напишем, то можно сделать вот здесь save, и тогда мы будем как бы, он будет сохранять, ну, как, он будет сохранять, судя по всему, прям всю коллекцию, всю коллекцию этих драйверов, да, будет сохранять, сбрасывать, флашить, по сути дела, на диск, да, ну, или куда-то, вообще говоря, опять же, не обязательно на диск, это может быть вообще, это может быть вообще какой-нибудь опишка, это мы можем взаимодействовать с какой-то внешней опи, там, ВКонтактовская, Твиттера, там, я не знаю, и он будет туда сохранять, как бы, пост с запросом туда. Ну, то есть, какой-то есть персистентный вот этот вот набор данных, да, источник данных, так называемый. Ну, мы обычно, конечно, говорим о файлах и базах данных, да. Соответственно, как бы, и тогда вот здесь при каждом, допустим, вот, add-драйвер мы что-то тут сделали, да, и сделали, и вызвали сейв, например, зафлашили все, да. То есть, вот так можно делать. Ну, опять же, вот более такой привычный, это все-таки делаете unit of work. Значит, что, что вообще делает unit of work? Save мы все-таки убираем. Так делать мы не будем, хотя так можно, но не будем. Значит, идем. Unit of work относится к слою data-tier, как и репозитори, и добавляем наш класс unit of work. Единица работы, да, называется, unit of work. Что у него должно быть? У него должно быть, то есть, он отвечает за так называемую транзакцию. Транзакция, там в базе данных будет рассказывать, транзакция – это последовательность действий, которая рассматривается как одно, как атомарное, да. То есть, мы можем там, допустим, получить, там, допустим, мы там получили драйверов, да, и там получили их там что-то еще, обновили драйверов, добавили новые какие-то сущности, там, в наш источник данных, и только после этого всего мы делаем такой вот флаж. То есть, вот это все одна транзакция была – получить, обновить, сохранить. И нам надо, чтобы это одновременно все произошло. Ну, то есть, чтобы не могло произойти только обновление, а сохранение потом не произошло. То есть, вот этот вот, как бы, вот этот такой набор действий, который инкапсулируется, да, который вот потом сохраняется, который производится одним скопом, соответственно, сохраняется одним скопом. Поэтому unit of work у него с транзакциями связаны, commit-rollback, вот такие методы, commit-rollback. Но мы их писать не будем, потому что мы логику вот этих отката транзакций там совершить и откатить транзакцию, скажем, мы ее сейчас не будем, здесь все гораздо проще. Для нас вот будет важно, обычно в нем unit of work и save changes называется, потому что в ORM, как так часто называется, да, сохранить изменения. То есть, вот у нас что-то там в репозиториях там что-то поменялось, да, мы подобавляли, там что-то поделали. И вот unit of work берет и флашит. Вот этот save changes будет, собственно говоря, флашить на... Вот здесь будет serialization logic. То есть, здесь serialization logic у нас была вот в репозитории, да, вот здесь. У нас здесь была serialization, то есть мы из источника данных брали. А вот сериализация, логика сериализации, то есть сбрасывание на источник данных, она будет здесь, в unit of work. Вот, но опять же, для того, чтобы он мог сохранить эти изменения, у него должна быть ссылка на репозиторий. Поэтому классическая вот такая реализация у unit of work мы еще здесь же делаем, прокидываем ему этот репозиторий. То есть пишем, по сути дела, вот этот вот наш iRepository. Вот, ну его можно сделать вот таким, как бы, уже таким методом. Это getter. Getter, да, изначально. То есть у него будет get-репозиторий. Это просто синтактический сахар, напоминаю. Да, и здесь мы создали... Ну, пока что мы сработаем с mok-репозитори, поэтому пишем так. Опять же, как только захотим изменить mok-репозитори на нас в нормальный репозитори, который у нас пока еще не написан, да, или, допустим, его Вася пишет, другой человек вообще его пишет, да, вот когда он уже сделает, то тогда мы подставим, красивенько поменяем все mok-репозитори на репозитори. Ну, опять же, напоминаю, что есть такая классная штука, как DI-контейнеры, которые позволяют нам вот потом не мыкаться по всем вот этим вот вещам и менять. То есть мы в одном месте вообще поменяем конфигурацию, и все. И все у нас будет работать по-другому. Но об этом сегодня не говорим. Итак, new repository, тра-та-та. И что? И вот здесь будет, соответственно, обращение к репозитори. То есть когда мы будем сохранять changes, да, наши, то вот мы будем подтягивать из нашего репозитори вот этот getdrivers, и вот эти вот getdrivers мы уже сохраним, вот их мы уже сохраним куда-то. Давайте сразу же, раз уж мы говорим о сериализации, давайте сразу же, вот я предлагаю на втором курсе все-таки делать сериализацию, ну, не в базу данных. Опять же, почему? Не потому что база данных – это не true. Конечно же, реляционная база данных – это true. То есть вот relational DBMS, реляционная база данных. Это прям, ну, стандарт, это, в общем-то, они никуда не делись, они крутые, они быстрые, там, они заточены под реляционную структуру. Ну, это прям без вопросов, что называется, без вопросов. Я не рекомендую делать вот relational DBMS, потому что у вас и так они будут, да, у вас будет время заниматься, то есть вы более эффективно потратите время, если, например, сериализацию сделаете хотя бы в какой-нибудь там JSON или XML, там, познакомитесь с, ну, на самостоятельную раппорт, как XML, там, сериализацию, там, JSON, в .NET. Мы сейчас сделаем JSON, сохраним это в JSON-файл. Опять же, если уж прям не хочется, это в JSON-файл, если хочется прям что-то такое современное, то, как я уже своим курсовикам говорил, то есть можете новое SQL-решение, допустим, Mongo. То есть хотя бы не в реляционную базу данных, хотя бы сохранить это в какую-то, что-нибудь другое, потому что в реляционной базе данных у вас и так будет два семестра, да, то есть более эффективно потратите время, лучше познакомьтесь с чем-нибудь еще. Вот сейчас мы сохраним JSON. Вот у меня здесь есть в сниппетах вот эта логика сериализации. Вот, собственно говоря, вот она. И вот смотрите, как тут вообще практически ничего писать не надо. Единственное, что де-факто стандартом по работе с JSON в .NET является библиотечка, которая называется Newtonsoft.json. Вот я control-точку поставил, и он мне даже предлагает, смотрите, install package вот это, то есть его у меня нету, как бы это не из коробки из .NET, но настолько распространен, там миллионы скачиваний, что он предлагает его сразу поставить. Опять же, есть из коробки в .NET тоже, значит, решение, ну, для JSON с реализацией, но вот этот Newtonsoft.json, он быстрее, он там больше валидации и так далее, и так далее, поэтому лучше его. Так, сейчас установится, тра-та-та, все установилось, и файл я под using system.io, вот тут в чатике что-то приплыло. Классная штука, очень удобная, да, да, соглашаются, вот соглашаются. Так, все, смотрите, вот и вся наша сериализация. Это круто, давайте ее просто сейчас сделаем. А, значит, когда ее сделаем, надо все-таки, то есть когда мы будем сохранять, когда мы добавим нового драйвера, да, например. То есть надо все-таки сделать кнопочку, кнопочку добавить драйвера. Тоже material button делаем, material button именно. О, какая красота, какова красота. Так, solution explorer, то есть, кстати, properties, точнее, properties, кстати говоря, ей тоже можно здесь стиль поставить, например, текст, она вот так будет выглядеть, или там outline, она будет, можете все перепроверить там. Опять же, button давайте назовем add driver button. Add driver button. Сделаем клик материал, так, не понял. А, name я забыл этот самый, я не там поменял. Смешно. Бывает, бывает. Я просто уже, и у меня вот, вот это, ну, во-первых, и процессор 86-го года выпуска, во-вторых, как бы я уже просто о другом там впереди думал, то есть это, конечно же, add driver button. Вот здесь надо сделать. Сам name ему поменять. Вот. Так, сейчас он, конечно, у меня ругнется. Я пойду сюда, он мне скажет, ай-яй-яй. Я скажу, ничего страшного. Так. Все, и теперь, значит, что? Теперь дергаю, смотрите, все, что я делаю, теперь, я теперь опять обращаюсь к бизнес-логике, я теперь driver service делаю, ну, driver service, я обращаюсь к сервису из бизнес-логики, есть add driver, который в свою очередь дернет репозитория add driver. Так, и здесь, ну, давайте сделаем вообще, вот тут, я уже вряд ли успею, ну, то есть, ну, тот код, который на гитхабе будет, там будет вызываться формочка, там будет вызываться формочка, другая формочка, где можно будет драйвер ввести. Я думаю, сейчас уже не успею, поэтому давайте здесь драйвер сделаем. Так, еще раз хочу сказать, когда мы будем говорить о clean architecture, на самом деле вот здесь не драйвер будет, скорее всего, а будет некоторая драйвер input, либо драйвер DTO, либо драйвер, ну, здесь не идет вот это вот, что мы добавляем, это не должна быть прям entity, вот это из приметной области, но пока, пока упрощенно так. То есть, это не совсем хорошо, как здесь сделано здесь. Так, var driver, что там, name, first name равно random, о, давайте randy, это будет randy, я вчера придумал, randy random, там такой прям классный человек, randy random, и что-то там еще у него, experience years, так, и car, а, и идишник ему, конечно, надо там тысячу, например. И у него тачка, и тачке тоже что-то присвоим, и тачка make равно, а там model равно bbb, так, там сейчас человек ломится в этот зал ожидания, надо ему сказать, что он плохо себя ведет. Так, make model и номер. Так. Итак, и вот этого, этого драйвера мы заводим. add driver. Так, теперь, что, и после этого мы должны обновить, то есть я ожидаю, что driver-service при этом обновит коллекцию, и, собственно говоря, после этого надо будет обновить, он должен оказаться в новой, этой самой. Так, хорошо. Driver, driver-service, поехали. Driver-service, вот здесь он оказался. Значит, репозитори, мы добавляем в репозитори, внимательно следим за движением, репозитори add driver, нашего драйвера, потом, я хочу это сохранить, по идее, по идее, ты должен сделать unit of work, поэтому, в принципе, в driver-service теперь надо загонять unit of work, ну, а вместе с ним придет и репозитор, кстати говоря, да, поэтому iunit of work, так, я не сделал, наверное, этот интерфейс, да, да, надо сделать интерфейс, extract interface, окей, тра-та-та, iunit of work, unit of work, равно new unit of work, ну, тут надо private read-only еще написать, мне даже подскажет сейчас, да, add read-only, и это, то есть, вот так вот прям, ну, короче говоря, то, что visual studio вам подсказывает, даже без, без resharper, да, каких-нибудь там, tools of таких, что она подсказывает, и вот репозитор, а теперь мы не new, мог репозитори делаем, да, теперь вот это у нас шов, мы можем, в принципе, хранить ссылочку отдельно на репозиторе, мы можем прямо вот здесь, как бы, вот так писать, репозитори точка, точнее, точнее, unit of work, точка, репозитори точка, save changes, ой, в смысле, не save changes, а add driver, да, то есть, опять-таки, вот, вот здесь, вот здесь, вот так вот можно написать, да, unit of work, потом делаем save changes, save changes, вот, то есть, можем вот так написать, да, add driver, ну, можем просто сохранить, этот репозитори, прям здесь, в read only, можем вот так вот сделать, и в конструкторе сделать репозитори, чтобы он как бы подтянулся, ну, вот так он не даст сделать, как бы, чтобы я вот репозитори подтянул его, непосредственно, но я могу сделать конструктор, кстати, говорят, сниппет для конструктора, sit tor, хоп, табуляция, и поехали, так, репозитори равно unit of work, репозитори, ну, опять же, это я сделал только для того, чтобы потом просто вот так вот постоянно не писать, unit of work, репозитори, то есть можно, можно так оставить, как сейчас, или можно сделать, как вот я вот в конструкторе сделал так, чтобы потом писать вот этот репозитори, вот так можно сделать, либо так, либо так, либо убрать этот конструктор и работать через unit of work репозитори, ну, можно так, и так, хорошо, итак, если еще раз, там может пересматривать кто-то будет этот вебинар, еще раз, у нас сейчас разграничено, есть версия, репозитори отвечает за, взаимодействие с срочником данных и сохранение вот этой консистентности вот этих данных коллекций домейновых, да, домейновых. А UnitoFork отвечает за транзакции и за то, когда именно надо их флашить. Поэтому это две разные вещи. Вот, репозитор можно было сейв сделать в репозиторе, можно было. Ну, как бы, ну, вот так вот любят репозитори. UnitoFork так, наверное, хорошо. UnitoFork сейвит флаш, флаш и как бы поддержка консистентности флашения, оно по разным классам, что класс должен заниматься чем-то одним. Ну, вот так, вот так, по идее, UnitoFork Safe Changes, что-то вроде мы сделали, UnitoFork у нас работает, Safe Changes сделано, MainForm, тра-та-та, и после AddDriver у нас должен быть появиться еще JSON-файл. Давайте пробуем запустить. Build. Succeeded. Ура! И что-то мы, короче, вылетели. Что-то где-то мы вылетели. Так. Ну, что, поставим. Так. Ну, где мы вылетели? Так. Драйверсервис. Кэт Драйверс почему-то оказался null. Так. Почему мы здесь... Драйверсервис. Тогда он не был драйвер... Тогда он не был null-ом. Так. Драйверсервис. То есть мы делаем из драйверсервиса, из драйверсервиса... А, UnitoFork Repository. Так. UnitoFork, судя по всему, мы... Да. Мокрепозитор. Вот. То есть мы тянем из того репозиторя, который... То есть мы тянем из вот этого репозиторя, который вернул null, да? А, бах, поменяли. Теперь мокрепозитор. И теперь, по идее, у нас должно быть все... Все хорошо. Так. И кнопочка и драйвер. И сейчас такой эффект капельки должен быть, да? Так. Чмяк. Добавился. Randy Random добавился. И, по идее, мало того, что он добавился, еще это было... Это должно было сериализнуться в JSON-файл. Идем сюда. Bin. Release. Data.JSON. Давайте посмотрим, как он выглядит. И не устану повторять, какая, какова красота. Вот. Значит, это JSON, ребята. Да. Это, собственно говоря, вот у нас сохранилось. Пожалуйста. Так. Я засветил, кстати, свою... А, я забыл. Ладно. Надо будет вырезать это. Хотя тут есть человек, у которого и будут исходники все. Ай-яй-яй. Ладно. Вроде ничего такого критичного не засветил. Так. JSON-convert. JSON-serialized settings. Все. Вот, смотри. Вот вся наша сериализация в JSON. Просто берем вот drivers, да? Как бы вот эта вся коллекция красивенько подтянулась. Вся вложенность, да? Вся вот эта... Все агрегаты. Все агрегаты, которые там... Ну, у драйвера есть кар, да? Вложенный объект. Все это подтянулось, да? Ну, а в репозиторе теперь, вот в этом репозиторе... Давайте теперь... Хорошо. Теперь в репозиторе сделаем именно вот эту логику... Сделаем логику десерилизации. Вот эту. Так. И... И теперь он подтянет из нашего... Из нашего data.json. Теперь, в принципе, мы можем в наш unit of work сделать обычный репозитор. И, по идее, мы можем подтянуть его. Ну, теперь у нас data.json есть, откуда он, да, может взять. Поэтому... Поэтому он подтянул. Теперь у нас джейсона взял. Ну, вот... Вот что такое ООП. Казалось бы, да? Если в прошлом семестре там какие-то они... Агрегаты, да? Мы делали такие кирпичики, фундаментальные кирпичики, что да как, да? И, в общем-то, мы с этим разбирались. А теперь мы взяли эти кирпичики, свели, мы увидели, как мы создали систему. Эта система гибкая. Даже несмотря на то, что мы не использовали там... Даже несмотря на то, что у нас один проект, даже несмотря на то, что мы не используем там dependency injection, все равно у нас уже весьма все гибко. У нас все занимается своим отдельным делом, да? Репозитори занимаются за источник данных, там, и так далее. Бизнес-логика в драйвер-сервисе, вьюха во вьюхе, да? Но, смотрите, теперь, значит, вот видим, да, что вот все-таки сервис бизнес-логики, он все-таки отличается, да? Здесь мы... Вот здесь мы можем еще добавить валидацию. Это уже в других вебинарах, да? Чтобы вы просто понимали, в чем отличие вот этих вот ад-драйвера в сервис именно в бизнес-логике, то есть ад-драйвер, который вот здесь, вот в этом слое, и ад-драйвер, который вот здесь. Это совершенно две разные функции. Вот этот драйвер, ну, и валидацию там что-то еще делает. Вот этот драйвер, который на дата-тире, да, в репозитории, он занимается только тем, что добавляет в коллекцию репозиторную. Все. То есть его... У них разные функции. Это одинаковые имена, да? Оказывается, что мы все повторили. Зачем мы сделали... Зачем мы вот здесь сделали, вот, да, драйвер-сервис, драйвер-репозитор. Как бы у нас одно и то же кажется, да? Но нет, это разные вещи. Разные. Просто у нас настолько... У нас очень простенький пример. И кажется, что... Ну, вот сейчас мы уже здесь увидели, что здесь все-таки более такое расширенные вещи, да? Там валидацию каких-то можем сделать, что-то еще там. Потом дергаем репозитори, драйвер, потом делаем еще юнит-форк, safe-change. Так. Ну, вот у нас остаются 4 минутки. В принципе, в принципе, все, что основное я хотел поведать, я вообще-то поведал. На GitHub-е код будет. Q&A section, да? Questions and answers questions. Сейчас вроде бы ничего не забыл. Ну, и даже если я что-то подзабыл, то я скажу в других... в других вебинарах, я думаю. Так. Ну, вроде все, вроде все. Есть какие-то вопросы? Три минутки у нас есть. А, второй вебинар. Я еще пока не знаю, когда второй. Какой-то по... по материалу есть какой-то вопрос. Сейчас я просто пытаюсь понять, ничего ли я не забыл. Сниппетсы вроде... Если я сниппетсы все использовал, то, вообще-то, ничего не забыл. Вот такие у нас раскладочки. Вот такие у нас раскладочки. Еще раз подытожим. Вот здесь, на этом тире, да, тире-то... На этом тире у нас форма и материал скин. На этом тире у нас дата-тир. Это у нас репозиторий. Ну, если... Хорошо, если у нас, допустим... Если у нас ORM-ка, да, вот есть такое понятие, как ORM. Object Relational Mapping. ORM это, по сути дела, вообще, в принципе... Вот если говорить Entity Framework, да, вот в Дотнете. Это, вообще говоря, такая вещь, которая, ну, по сути дела, вот это все дает. То есть там холиварные такие прям замесы в этом плане. Как бы, если я использую Entity Framework, зачем мне репозитория? На самом деле, действительно, если вот Entity Framework, оно настолько сделано вот в ключе вот этого всего, вот ORM-ка, да, ну, это у вас будет еще, я просто заранее говорю, что, в общем-то, действительно, если ORM-ка, то можно, можно прям из сервиса сразу же никаких репозиториев не писать, из сервиса сразу же дергать Entity Framework. Вот, но, опять же, чтобы мы их лучше понимали, да, поэтому я и как бы не надо делать пока на втором курсе реализационной базы, чтобы мы понимали, что есть вот такой слой, и лучше его все-таки попробовать хоть раз самому написать, да, там, реализовать, там, вот это вот все. И, соответственно, на этом уровне у нас репозиторий Unit of Work, а на этом уровне у нас Driver Service. И Authorization Service, и там, подыскать водителя сервис, и что угодно еще сервис, это все бизнес-логика, все основные глаголы. Так, ну, хорошо. Ой, я просто прочитал вопрос в чате. Давайте все-таки вот это поймем сначала, вот это поймем, потому что, к сожалению, очень много людей, которые ходят на Unity, и которые вот это не могут даже осознать, да. Вот, мы сейчас все-таки формируем свою программистскую культуру. Вот, эти три вебинара именно на этом. Все, базовый вебинар, я думаю, можно закрывать, и два вебинара ждите этих самых объявлений. Все, вопросов нет, всем хорошего вечера, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok